здравствуйте друзья сегодня у нас то ли шестое то ли седьмое 2020 год так и пятница то ли что то ли 7 памяти нет и сижу за с тем не сижу я в беседке так со всех сторон сад давайте пройдемся прошел на месяц как мы по нему ходили вот так вот так глянемся вокруг кстати хорошо видно некоторые детали я сам не всегда он видите отдали яблочки вот они у соседей вот они замечательные яблочки я привел рада сейчас туда пойти не могу калитка забита сменилась поколение вот перед нами двое супругов вот это вот манжурский абрикос где-то высоты три этажа никогда не получается не фотографировать не заснять всю грандиозность этого создания если только посмотреть лишний раз посмотреть на основание на штамп такой штамп у него помните фотографии где юлечка матвеева моя любимая ученица пыталась его обнять и не удалось а это было лет восемь лет назад итак манджурский патриарх правда уже без урожая урожай кончился и вот это его супруг амур причем амур сеянцевый эта пара дает такие урожаи у меня это даже не рекорд просто однажды когда случилось такое бывает всякие года помните плотина спустили в воду с мальская с этого устала на несколько раз холоднее у нас микроклимат и плотина была аварийная и на всякий случай спустили в водохранилище и у нас стало холоднее зашкалило за минус 40 так обычно 35 38 для нас точку вернее длина для этих деревьев и у меня крупноплодные абрикосы тю тю вот а вот эти два абрикоса вы сами понимаете чьи и и тогда я соседки обратился я говорю лена продай мне петро по 300 рублей вот этих вот вот с этого дерева а интерес был другой они тут же собрали ну не тут же он падал они сразу недели две падали 15 везер собрали еще себе оставили а он этот а вот это урожай был я клянусь богом хотя цифру называю не точно около 50 ведер это рекорд не каждый год когда-то я гордился он был молодой 30 ведер отдал потом 5 2 8 10 а потом однажды дал 50 вот это есть манджурис ну а теперь смотрите если уж это дает 15 что здесь творится ладно посмотрели полюбовались вот еще раз глянем на мои мои произведения у соседей я теперь вижу только издалека видите одно дерево второе дерево так надо отсюда уходить потому что началось воспитание трех разбойника возрасте от четырех до пяти лет это примерно равен среднему урагану в калифорнии так вот это можно с вами однажды видели вот уже падают эти плоды и вот она была обрезана капитально оставлены 20 процентов кроны это ранетка моя вот я уже называю ранетка железа походу на неудобные катона совсем безымянная так на ней были привиты крупноплодные яблоки три сорта она укрупнилась и долго держала крупность потом измельчала прямо до такого состояния вот как самые мелкие мне пришлось взять руки не пригласить человек который взял руки бензопилу вот это все обрезал вот она была уже обкопана корни уже торчали сергея хотел уничтожить ряд процесс остановил вот и омолодил вот теперь они вот такие вот плоды давайте на не смотреть прекрасные плодики вот я никогда обычно не отрываю с дерева ох ты елки-палки какой ворус а она покупайте практически наступать крупнополдным там слышишь то чуть чуть больше кислоты вот наешь ее а когда средства в эти края приехал на развертку она продавалась такая на рынке сейчас это редкость все уничтожается кстати покажу интересное дерево оно уже не мое это мы тогдашний сосед в это взял и посадил вот она это так информация и так вот она ранец к очень даже с удобным будут продавать не семечки но на подвой сами найти сибирка сибирка дикарь и дикарей это культурный она не приживаться на лучше но и случае удачи они будут не по крайней мере не меньше это все-таки не забывайте дерево пошел этому дереву пошел 37 год вот она была гораздо крупнее в молодости и шанс что семечки выдержать ну чтоб далеко не ходить вот елена сайна нет это у меня уже путаница в голове татьяна александровна железова невестка укореняет шелковицу и смородина там еще такая же грядка есть туда идти там дети заглушать наш разговор как видите укоренение элементарно главное чтобы всегда была сырая земля фильм про окоренение я снял отдельно кому надо закажите а так он в это имеется в ю тубе так ну что тут у нас как всегда ведер 20-30 будет так называть не так ну да просто свароку я дружу с одним из авторов бойкова галина николаевна чем горжусь вот многолетним бывшим директором шушенского гсу так этому дереву нужна жара тогда плоды нас набирает сахара становится приятным вкусом не обязательно абсолютно сладким абсолютно сладко это вот она это нарядная фирма теперь уже можно на нее полюбоваться почему потому что она уже на исходе или за 30 ветеран пенсионер но не сдается семечки тоже с нее буду продавать так же как с этой самой со сварога сварога на чем хороша чем хорош сварог тем что невероятно морозостойка он не знает что такое не урожай что такое хоть одна ветка вот видите сухие ветки все-таки сварог крепче будет но он сибиряк у сварога корня крови есть даже уссурийская груш это ко мне приехала с урала на тротянкова название уже можно кушать нельзя но звание у нас есть лик тер надо будет поискать в интернете вот посадки прошлом году привал и сюда перенес весной привал смотрите старый волк еще на что-то годится до пересаженного искалеченного с этим примотанным черенком искалеченными корнями саженца который вдруг прошлом году вот так до сюда вырос вот до сюда в этом году за уже метровые приросты а еще до зимы далеко что еще показать ух мы прошли какие у груши какие груши хочу не подходить за валидовом сбегали советую советую вот так выглядит у меня лада это знаете лада я считаю как дан абсолютно сладкая она высшей лиги но как многие говорят да я бы за жигуль первой модели вот для других краев это мерседес это лексус а вот для других краев а здесь ну что скажу один я распространил на них несколько сотен за все годы саженца на рынке появились потому что заморозить ее трудно вот эти деревья там ее родственник даже не поленюсь покажу вот это уже еще впереди страшная жизнь так потому что с нее ветки беру вот а вот это вот за 20 лет ветки беру так вот с нее сейчас я про нее скажу несколько слов вот это моя первая лада посмотрите листики в два раза мельче плоды несчастные посмотреть держится с последних сил почему маточное дерево оно несчастное мне его жалко его уже отпущено на покой но как чертожный веток уже не взять да посмотрите что с ним делалось она росла я отрезал и сейчас прикину если норм таких лет было 12 15 полноценно когда я брал по полсотни веток ну полтысячи самое мало но как я продлил жизнь я бы его уничтожил если бы слушал всех этих так называют специалистов они сейчас себя считаю специалистами крупнейшие авторитеты россии любого академика ночью разбуди резко так ну-ка как надо делать обрезку тоже на кольцо теперь представляете вот здесь было бы рано минимум два раза больше и здесь и здесь и здесь и здесь вот это дерево было обречено когда оставляю солите вот яркий пример это учебный фильм не просто лекция верни как не просто ходим по саду ля-ля-ля смотрите внимательно вот эту ветку саму не оставил почему корни должны кормиться но она погибла потому что пришла пора она в тени полной тени плохо растет и я тоже брал черенки когда дерево было молоденькое вот этого миленькая можно только давай я пока дяденькам и тетенькам расскажу кое-что а потом вами займусь не а покажите все трое как вы умеете так все не иди сюда не погоди погоди все трое 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 давайте а то сильно сильно скучный фильм давайте приготовьтесь нет покажите как это наш театр давай все сдаюсь так ладно продолжим это была минута отдыха и так это стоило эту веточку оставить не делать рано на кольцо она выбросила побег и эта ветка кормит корни 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 поймите вы умники вот прекращать издеваться над деревьями прекращайте колесе убивать но судьба сложилась вот еще одна жива жива смотрите жива жива вот и что дальше я продлил век но хотя бы на действие точно потому что невозможно себе представить сибири деревья вы когда вот так вот отрезаете господа все там туда проникает этот самый ой сколько я уже фильмов снял сколько сотни про это я не устаю повторять а почему я продолжаю почему потому что половина из тех кто сейчас смотреть будет вообще не слышал меня и 99 процентов и 100 99 даже не догадываться что обрезка на кольцо это смертельно глупость которая стиражирована миллионами миллиардами если брать все статьи все книги глупость вот так у нас принято вот ну что то чтобы далеко не ходить заканчивается век где-то лет да уже 30 лет арония черноплодная рябина так вот она начиналась с одного маленького отводка который хозяйка из сайногорска с трудом отрубила от основного корня и получилось великолепно и сейчас еще плодоносит если ничего не делал и вот она вот так разрослась но отводка далеких не дает размножаться получается может только семечками никогда их ни одну не не продавал семена потому что вроде бы не сарское это дело вот а ты говорю что это ягода снижает давление все что я про нее знаю и я каждый раз завариваю чай пять ягодок кладу каждый год каждый день в заварник при этом я понятия не имею сбавляет давление но по теории сбавляет машинка ух ты а где ты взяла она была на звездочке а ну хорошо ладно тебя камеры не кусают вроде а я уже рубашку отдел длинным рукавом так внимание первое это еще подарок мы обычно такие не собираем видите да это я вас дразню это груша воронежская есть груша смоленская это явно не официальное название вот это груша смор воронежская а есть груша среднерусская видимо попала в воронеж назвали воронежская попала смоленская а ко мне попала еще как как среднерусская и почти такая же может одной тоже знаю как получилось вот так она выглядит давайте смотреть а я значит заплоды даже нарядная фильма вот только еще не окрасилась вот и получается что кроны смыкаются урожая видите какие туда глядите туда глядите ну конечно все равно лидер это все таки лада так очень плохо что я не могу показать всю грандиозность этой троицы слева сейчас подведу вас к экологии слева орог приближаясь справа она началась сихать и как бы потеряла размеры нарядной фильма и вот это самое огромное посередине это манчжурский орех он тоже плодоносит еще как плодоносит но он замокает эту троицу и абсолютно не мешает плодоносит и развитию развею очередной миг нельзя по одному примеру делать выводы но насторожить это должно манчжурский орех я продаю вот это общий орех на двое семьи вот сейчас покажу вот грандиозность не видно высота огромная и открываю одно из страшных тайн сейчас я вам это вот здесь вот здесь вдоль забора несколько ям когда-то называли все грибные особо грибать а есть я мы которые были размером по полтора метра фотографии показывал других фильмах показывал получается вот такой вот что получается